Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на повестке дня у нас вопрос о том, каким образом армия, служба в армии или воинские всякие разные звания влияют на получение визы миграционной, рабочей, статуса жителя постоянного Канады и так далее. Вопрос, собственно, было два вопроса на эту тему. Один вопрос сводился к тому, насколько можно или нельзя подавать документы, находясь на службе в армии для миграции. И второй вопрос был о человеке, который заканчивает университет, институт, военная кафедра у человека, соответственно, получает звание лейтенанта после всей этой истории. И вопрос сводится к тому, насколько наличие в войск вызвания лейтенанта и окончание военной кафедры является плюсом или минусом для эмиграции в Канаду. Собственно, по существу вопроса. В Канаде нет никакого дела до того, какое у вас было прошлое. Если оно не было криминальное, если не было таких косяков в жизни, связанного с каким-то фродом, обманом, мошенничеством и так далее, Канада всегда открывает свои двери, если человек соответствует формальным требованиям, которые Канада предъявляет к людям для эмиграции. Соответственно, если мы говорим про конкретно армию, то, опять же, Канаде нет никакого дела до того, в каком статусе вы подаете документы, какое у вас прошлое, за небольшим исключением, за небольшой оговоркой. Люди не должны служить в всяких разных спецподразделениях, ФСБ, ГРУ и так далее. В том плане, что даже таких людей могут брать в качестве кандидатов и в качестве людей, которым дадут конечные итоги отношительства, но просто будут дополнительные проверки. На самом деле, это нормальная, мне кажется, реакция государства, что если человек служил в каких-то секретных подразделениях, то он в потенциале может быть каким-то двойным агентом, и, соответственно, это может в конечном итоге угрожать национальной безопасности страны. Потому что человек, который становится гражданином, он имеет право на доступ к топ-секретной информации, он имеет право на службу в спецподразделениях Канады, вооруженных сил Канады, он имеет право на занятия государственных должностей в Канаде, и, соответственно, нормальная государство не заинтересовано в том, чтобы к нему в государство подникали какие-то люди, которые могут быть двойными агентами. Собственно, если у вас не такие вот крайние случаи, тяжелые случаи, если вы там не закончили секретную школу разведки, если вы не принимали участие в каких-то там мероприятиях, которые могут трактоваться как террористические организации, то никаких проблем для того, чтобы эмигрировать, у вас не будет. Вы даже не сбивайте голову. Равно как, хочу сказать, что не будет никаких преимуществ. То есть, тому человеку, который спрашивал о том, насколько наличие воинского звания по окончании военной кафедры является преимуществом или недостатком для эмиграции, это не дает никаких преимуществ, это просто, ну, это ваше личное дело. То есть, скорее будет иметь значение, какая у вас гражданская официальность по окончании, чем какое у вас воинское звание по окончании военной кафедры. То есть, напоминаю вам, опять же, что независимо от того, служили ли вы или не служили в армии, прежде всего, будет обращать внимание на то, как вы соответствуете формальным требованиям, формальным признакам Министерства эмиграции. Насколько ваша гражданская профессия, насколько ваш опыт работы реально соответствует тому, что необходимо рынку труда и Министерства эмиграции Канады. Полицейский такой, красавчик. С напарницей. Так что вот, друзья мои, такая вот ситуация, такая история. Дерзайте. Ваше воинское прошлое не будет вам никаким макаром угрожать для того, чтобы попасть в Канаду. Все. Желаю на этом всего самого хорошего. Заканчиваю видео. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»